GTA 5, Roleplay, который будет работать там вот во всём этом, они собираются просто, наверное, погнаться за всеми зайцами сразу, и по итогу Стас в своём посте ответил, то другие люди могли вот нечто подобное сделать. Как можно больше людей узнавало о том, что существует вот это вот всё. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. У меня появляется некоторое чувство дежавю. Такое чувство, что вот то, что я вам сейчас расскажу в данном видеоролике, я вам уже когда-то рассказывал и говорил примерно вот то же самое. В одном из моих вот этих вот знаете 600 видеороликов, скорее всего, нечто подобное оно как бы есть. Скорее всего, там есть ещё какие-то вот эти вот прочие вещи, и ну вроде того. Тем не менее, я обязан вам всё это рассказать, потому что тогда были только, наверное, какие-то догадки, только вот эти какие-то прочие вещи. А сейчас уже, знаете ли, ну всё намного серьёзнее, потому что сам Сэм Мэйсон, сам Эскамасон, сам Станислав, это в принципе всё одно и то же было. Я просто, знаете, тяну хронометраж, как обычно. Он уже сам на своей личной страничке ВКонтакте анонсировал то, что вот в самом деле Arizona RP. Там, знаете, она уже такая, вот такая и так далее. И, в общем, мы решили анонсировать вам GTA 5 Roleplay, который будет работать там вот во всём этом Rage Multiplayer и все вот эти вот прочие вещи. Разумеется, тут мы не смогли обойтись опять-таки без критики людей, которые такие типа, ну вот Arizona RP, это, конечно, крутой проект. Конечно же, они там, знаете, смогут внести, наверное, что-то новое во всю эту сферу GTA 5 серверов. Скорее всего, у них там будут какие-то инновационные обновления, всё прочее, но как же Arizona RP? Как же вот вообще Родина RP? А вот это вот у них, знаете, жизнь в деревне, она-то что у них? Что с ней? Вот что они? Я не знаю. Что они собираются делать? Они собираются просто, наверное, погнаться за всеми зайцами сразу и по итогу они поймают ни одного. То есть нечто подобное можно слышать, какие-то вот эти, знаете, подобные настроения можно вообще, ну, смотреть в комментариях. Однако этот же самый Сэм Мэйсон, Стас, к сожалению, не ай как просто, тем не менее, вот он написал то, что, ну, знаете, понимаете, в чём дело? Вот этим вот всем Arizona 5 Game Roleplay на компьютеры в GTA 5 и вот в Ridge MP, вот все это и всеми этими проектами, всеми этими серверами будут заниматься другие люди, абсолютно никак не относящиеся вот к SAMP, к RMP, к Medium Roleplay SAMP и ко всем вот этим, знаете ли, прочим вещам. И если на всё это Стас в своём посте ответил, то осталась ещё одна некоторая претензия у людей, которые, ну, абсолютно точно, знаете, такие обывалы, такие, знаете ли, попсы, им никогда ничего не понятно, они такие, типа, блин, вот Arizona RP, как же она уже всех заебала? Вот просто им чё, им денег мало или чё? У них и так там 13 серверов и они как бы работают и у них как бы всё более-менее нормально. Куда они, блять, лезут? Чё они такое делают вообще в самом деле? Ну, вы чё? Дайте дорогу молодым, да и сделайте так, чтобы, как бы, ну, другие люди могли вот нечто подобное сделать. И тут создаётся, задаётся и появляется вполне логичный вопрос. А зачем Arizona RP должна отдавать кому-то вот такую, знаете, часть пирога? Часть пирога, которую они, по сути, могут захавать сами, просто вовремя заняв данную нишу. Ну, разумеется, ниша сейчас разрастается, разумеется, она сейчас, знаете ли, набирается своих игроков, набирается своих вот этих вот прочих людей, своих почитателей и вот прочих всех людей, вещей и всего прочего. Понимаете, в чём дело? Это всё нужно развивать для того, чтобы, ну, как можно больше людей узнавало о том, что существует вот это вот всё GTA V Roleplay, то, что можно зайти. И это как GTA Online, только не говно скучное, которое непонятно для чего, это вот прям, знаете, GTA Samp, только с большими возможностями, с лучшей графикой, с лучшим движком и со всеми прочими вещами. Правда, люди до сих пор спорят, мол, слушайте, а вот физика, она где лучше? В GTA 4 или в GTA 5? И все, как я понял в данном вопросе, отдают предпочтение именно GTA 4, нежели GTA 5 в вопросе физики, потому что, ну, посмотрите, как машины сталкиваются друг с другом, блядь, туда-сюда, какие повреждения реалистичные. «Господи, блядь, выебите меня в жопу!» и всё прочее. Но GTA 4 с точки зрения мультиплеера, с точки зрения всех остальных своих возможностей, она такая, знаете, достаточно скучная, потому что в GTA 4 уже начали использовать новый движок, когда его только осваивали, тогда не хотели, знаете ли, как-то всё это перенагружать, перенагружать, вот это вот всё делать. И поэтому GTA 4, она хороша только в плане одиночной игры, только в плане сюжета, только в плане вот каких-то прочих вещей. Ну и Владивосток ФМ, там было отличное радио, вот это вот, знаете, отборная солянка из каких-то бандитских вот этих вот всех времён. Ты типа едешь такой на миссию, до миссии, во время миссии, слушаешь Владивосток ФМ и всё нормально. Разумеется, не так давно его вырезали, и раняток больше уже не послушать, да и Виктора Цоя вроде тоже не послушать, и от этого, конечно, становится очень, так знаете, плохо. И ты сидишь такой, думаешь, блядь, а ведь Владивосток ФМ было крутое радио, блядь, чё ж его, чё с ним сделали-то? Ну вот, кстати, по поводу радио в GTA 5, вот там-то оно как бы омерзительно, вот там-то оно как бы хуёво, и никто его вообще не слушает. То есть, радио абсолютно точно убили, и только в GTA 4 оно было таким, знаете, более-менее нормальным, и то одна радиостанция, и то вот её там, знаете, можно было слушать, но в остальном это, конечно же, полнейший трэш, полнейшая вообще, ну, какая-то залупа и вроде того. А вообще, людям, которые говорят, мол, слушайте, вот Arizona RP, у вас же и так много проектов, у вас же и так много серверов, куда вы лезете? Понимаете, Arizona RP, если быть точнее, Arizona Games, это сеть игровых серверов, и вам повезло, что они ещё вообще не везде лезут, вам повезло, что ещё, знаете, нету серверов Arizona RP в Майнкрафте, там, или где ещё можно, я не знаю, в Бравл Старсе, да, там вот эти вот свои сервера Arizona RP Games, и вот всё-всё-всё вот это вот прочее, вам ещё с этим повезло, поэтому, ребят, ну вы как бы это, ну, подумайте немного. А на этом я бы хотел, знаете, закончить, дав вам такую вот, знаете, пищу для размышлений, пишите в комментарии, что вы думаете по поводу Arizona RP в GTA V, будет ли у них там успех, не будет ли у них там успех, я, разумеется, надеюсь, только в лучшее, что они придут, и вот там сделают всё хорошо, круто и замечательно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, я играл на проекте Arizona Rully Play Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании, там же находится мой промокод NoToxic54, там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, туда заходите, подписывайтесь, увидимся тут же завтра, но вот когда, я вам уже, знаете, обещать не буду, я уже наступил на эти грабли несколько раз, и поэтому я ничего подобного делать не буду. Эмм, до свидания всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok